Бесплатные медикаменты, положенные по закону о гарантированном лекарственном обеспечении, снова оказались в дефиците. А некоторые препараты и вовсе исчезли с полок аптек. Такая ситуация сейчас на востоке страны. Некоторые лекарства больным приходится покупать за свой счет, хотя на это государство выделяет немаленькие деньги. Так куда же деваются уже оплаченные казной препараты, если до пациентов они так и не доходят? Вячеслав Витлугин провел собственное расследование и сделал неутешительные выводы. Социальные лекарства, предназначенные для аптек Восточного Казахстана, будто попали в Бермудский треугольник. В 2016-м и начале 2017-го года их безрезультатно искали общественники Усть-Каменогорска. Аптека? Будьте любезны, скажите, для диабетчиков есть сегодня лекарства или нет? Депутат областного маслехата Олег Чернышов не Шерлок Холмс, но сам диабетик. И ситуация знаком изнутри. Компанию по поиску гарантированных государством медикаментов он возглавил лично. Всего в городе проехали около 15 аптек. Получали ответ, что данных лекарств на данный момент нет. Социальные лекарства в дефиците, но деньги на их приобретение в регион поступают стабильно. В 2016-м году от Минздрава область получила 6 миллиардов 693 миллиона тенге. По бюджету 2016-го года средства были выделены 100% на обеспечение бесплатными лекарственными средствами. Были освоены 100%. Как эти средства осваивали и какого качества препараты закупали – вопрос для пенсионерки Анны Телятниковой жизненно важный. Набираешь, 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 потом вот так начнешь давить – он не срабатывает. Это вот такой инсулин вам дали? Это инсулин такой дали. После применения бесплатного инсулина Анна Даниловна чуть не угодила в больницу. Мне стало плохо. Я пришла, говорю, мне этот инсулин не идет. Она у меня коробочку забрала, выписала совсем другой инсулин. Договоры на приобретение новых наименований лекарств еще не заключены. Фармацевты выписывают рецепты на то, что есть в наличии. Все договоры, которые заключены были с поставщиками лекарственных средств на 2016 год, были пролонгированы до подведения итогов тендера. Докупать социальные лекарства мелкими партиями и в середине года значит подвергать опасности здоровья 250 тысяч диспансерных больных, считают прокуроры области. К нами подготовлено письмо в адрес нашего руководства, чтобы эти закупки бесплатных лекарств проводились не позже января, а может быть даже и в конце года. Параллельно с прокуратурой расследованием лекарственного дефицита займутся депутаты. Народные избранники обещают инициировать проверку деятельности управления здравоохранения. Чтобы выяснить, почему по полгода люди покупают гарантированные им лекарства за свой счет, причем суммы на поставку социальных медпрепаратов продолжают расти. В 2017-м на их закуп область получит 7,6 миллиардов тенге. Это на 900 миллионов тенге больше, чем было выделено в прошлом году. Вячеслав Витлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск. Дмитрий Пыхтин. Итоги дня.